Кубка мира по хоккею 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 Среди заметных игроков Данила Арефьев, Павел Махановский и лучший бомбардир команды прошлого сезона Максим Казаков Опыт тренировок в основном составе авангарда и выступления в Северной Америке пригодятся также Марку Солянкин и Пастернаку Игра на высоком уровне с американцами пригодится в целом всей команде Многие ждут своеобразного реванша с заокеанскими гостями, которые на прошлом Кубке мира не дали ястребам выйти из группы Команда Waterloo Blackhawks со счетом 7-3 обыграла мячей В этом году они не приедут, зато от американцев будет играть действующие чемпионы Америки Дубик Файтинг Сэнс Ну, я думаю, всегда интересно сыграть с Америкой, из океана люди приезжают Очень интересная, думаю, будет игра Ну, вот в прошлом году, да, из Америки, из проигрыша с Америкой именно, да, не получилось выйти из группы Вот реванш какой-то будет, особенно готовится Ну, особенно не готовимся, но, конечно, попытаемся реабилитироваться Мы играли в Бостоне, то есть мы знаем ихнюю игру Думаю, будем играть в свой хоккей и победим Первыми соперниками ястребов станут Чехи из команды Витковица Стил Матч с американцами пройдет 28 августа после встречи с хоккейным клубом Рига Кубок мира по хоккею 2013 среди молодежных команд традиционно будет проходить на двух ледовых аренах Под группа А, куда попали команды Омские Ястребы, Дубик Файтинг Сэнс, Витковицы Стил и ХК Рига Проведут свои игры на льду арены Омск Напомним, что спорткомплекс был открыт в 2007 году и вмещает более 10 тысяч зрителей Команды под группы Б, Фролунда Индианс, Садбери Вулфс, ХПК и Динамо Шинник Будут играть на льду СКК имени Блинова, выполнявшего до открытия арены Омск функции главного городского ледового дворца Его вместимость почти 6 тысяч человек Добавим, что до 2007 года на арене спорткомплекса проходили все матчи авангарда Перед тем, как в Кубке мира 2013 будет забита первая шайба Давайте познакомимся с основными действующими лицами соревнований Представляем вам американскую команду Dubuque Fighting Sands Их золотым временем отмечают 80-е годы, когда святые с Дубьюка дважды выигрывали Куба Кларка, высший трофей USGL Тяжелым временем хоккеистов выдались 2000-е годы, когда они и вовсе прекратили свое существование после переезда из Айовы в Оклахому Но этим хоккеистам удалось вернуться красиво В 2010 году клуб воссоздали и в сезоне 2010-2011 команда после длительного перерыва вновь выиграла Куба Кларка В прошедшем сезоне они повторили свой результат и приехали в Омск как действующие чемпионы Америки Из прошлогоднего состава в Омске сыграют только 8 игроков, включая голкипера Артура Брея Среди подающих надежды новичков форвард Шейн Азерман и защитник Алекс Привайтера, который проведет матчи плечом к ключу со своим братом Джередом Мне было 2 или 3 года, очень маленький Между 10 и 12 годами В это время я отбросил остальные занятия, гольф и в моей жизни остался только хоккей Мы сыграли только 3 игры вместе, но ежегодно наша главная цель – выигрывать соревнования и чемпионаты Мы приехали в Омск в свой золотой год и мы продолжим делать все, чтобы выигрывать каждую игру и этот кубок мира Хакарига – это название молодежной команды Рижского Динамо Команда выступила в МХЛ в 2010 году, а до этого провела сезон под названием Динамо Юниорс Хакарига с 2011 года участвует в Кубке мира по хоккею в Омске Но за два предыдущих турнира хоккеистам из Латвии так и не удалось получить главный трофей соревнований Попытают счастье хоккеисты и в третий раз, возлагая надежды на 17-летнего нападающего Роберда Букарца Молодежная команда Витковец и Стил в минувшем сезоне стала чемпионом Чехии И решила впервые посетить Россию, чтобы сыграть с лучшими командами со всего мира История хоккейного клуба из Остравы насчитывает более 80 лет За это время он неоднократно менял название и 7 лет назад был переименован Витковец и Стил И о том, что в команде умеют воспитывать чемпионов, нет никаких сомнений Знаменитый защитник родного клуба Витковицы Павел Кубина имеет выдающиеся командные достижения Кубок Стэнли и бронзу на Олимпиаде в Турине Садбери Вулфс – действующий обладатель Кубка мира В 2012 году канадцы в финальном матче одержали победу над командой США Waterloo Blackhawks А вообще команда Волков из Садбери имеет очень длинную историю И за время ее существования игроки Волков порядка 20 раз в разное время завоевывали индивидуальные призы С прошлого года в тренерском штабе команды произошли изменения На место 39-летнего Трента Калла, под руководством которого в Волке выиграли Кубок мира 2012 Пришел 50-летний Пол Фикстер Фролунда Индианс родом из Швеции Они впервые представят свою страну на Кубке мира в Омске И юным хоккеистам есть чем гордиться Они с 2000 года 8 раз побеждали в национальном чемпионате А команда до 18 лет выигрывала турнир среди сверстников 5 раз Поэтапная система воспитания хоккейных дарований в Швеции начинается с хоккейной академии Фролунда Затем игроки могут перейти в Индианс Немал список и тех, кто затем продолжает карьеру в НХЛ Я понял это в 8 лет До этого момента я играл в футбол и был вратарем Именно в это время я понял, что хоккей мне больше всего подходит А хоккеем я занимаюсь с двух лет Потому что с детского возраста я был достаточно рослым ребенком Ну и к тому же мой папа был хоккеистом И он с самого детства отдал меня и брата в хоккей Конечно, обе вещи Участие в Кубке мира – это большой опыт для меня и моей команды Нам нравится играть здесь и нравится проводить время в Омске Это отличный город Молодежная команда ХПК выигрывала серебро сезона 1997 года И дважды брала бронзу в 1965 и 2007 годах В прошлом чемпионате ХПК впервые в истории победили в финской молодежной лиге Благодаря чему и получили приглашение в Омск В составе ХПК можно отметить 18-летнего голкипера Юуса Сараса Который считается одним из самых перспективных вратарей юниоров Белорусская команда «Динамо» «Шинник» уже трижды приезжала в Омск на Кубок мира И показывала очень хорошие результаты Хотя так ни разу и не брала главный трофей соревнований В 2011 году команда из Бобруйска стала второй в групповом этапе Обыграв тогда канадскую команду «Ойл Бэронс» и «Чешскую энергию» На следующий год команда значительно окрепла Ее даже называли открытием соревнований Тогда «Динамо» «Шинник» стали первыми в группе Обыграв и омских ястребов, и будущих чемпионов «Ватерлоу» «Блэкхокс» В оставшихся играх белорусы победили норвежцев и уступили чехам В полуфинале они проиграли канадцам и шведам Но заняли четвертое место и показали лучший результат среди всех представителей МХЛ И, наконец, омские ястребы Наша команда образована на базе фарм-клуба «Омского авангарда» Она выступает в МХЛ с первого сезона в истории лиги с 2009 года Омские ястребы нынешней весной второй раз подряд выиграли главный трофей МХЛ Кубок победителей чемпионата МХЛ В прошлом году омские ястребы на правах лучшей команды МХЛ Сыграли в домашнем Кубке мира Но неожиданно не смогли даже выйти из группы Исправлять ситуацию на третьем Кубке Сибиряки будут делать уже под руководством нового главного тренера Юрия Панова Евгений Корнаухов отправился на усиление тренерского штаба «Авангарда» В пресс-центре арены Омск состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Кубка мира 2013 С журналистами пообщались почетные гости и организаторы соревнований Первым слово взял президент континентальной хоккейной лиги Председатель правления молодежной хоккейной лиги Александр Медведев Кубок мира среди молодежных клубных команд И за эти три года мы видим, какой прогресс проделал этот турнир Сейчас этот турнир уже второй раз будет проводиться с санкцией Международной Федерации хоккея И зная эту организацию изнутри, поскольку был четыре года членом Совета Международной Федерации хоккея Там к турнирам очень внимательно относятся И такие статусы никогда просто так не дают В этом году Кубок мира по хоккею среди молодежных команд Пройдет в Омске в последний, третий раз Всех претендентов на проведение четвертого кубка пока держат в секрете Но Медведев отметил, что среди прочих Северная Америка Я надеюсь, конечно же, что все участники этого турнира Почувствуют ту добродушную атмосферу Тот особый спортивный праздник, который проходит или начался уже сейчас в городе Омске И вынесут для себя только позитивное и хорошее настроение Затем управляющий директор молодежной хоккейной лиги Дмитрий Ефимов рассказал о динамике развития турнира Наш Кубок мира очевидно прогрессирует, он стал гораздо лучше Если даже посмотреть по составу, вы все помните Первый год к нам приехали откровенно не самые сильные команды Посмотрите на состав этого года Соединенные Штаты чемпион Швеция чемпион Финляндия чемпион Чехия чемпион Канада прошлогодний обладатель Кубка мира Россия чемпион То есть действительно мы с вами получили такую своеобразную лигу чемпионов То, что мы задумывали, то, к чему стремились, мы к этому пришли После Дмитрий Ефимов поздравил президента КХЛ Александра Медведева с днем рождения Ему подарили торт в виде хоккейной коробки А заслуженный тренер СССР, России и Латвийской ССР Владимир Юрзинов Плетел важность того, чтобы турнир посещала молодежь и даже дети Омск это сегодня хоккейный центр молодежного нашего хоккея Планы великолепные в отношении академии хоккейной, которая строится будет здесь в Сибири И она для нашего хоккея просто необходима Потому что подготовка молодежи на сегодняшний день это главное, чем мы должны заниматься Дмитрий Ефимов Дмитрий Ефимов Дмитрий Ефимов